добрый день дорогие коллеги и друзья надеюсь меня слышно я могу говорить пожалуйста так пошла связь отлично но позвольте во первых поздравить всех с прошедшими праздниками новым годом рождеством с последующими праздниками и конечно в начале нового года принято подводить итоги старому году и какие-то перспективы на новый и позвольте здесь расширить масштаб нескромно этого подвести итог по сути дела целой эпохи и обозначить эпоху новую но здесь я говорю даже не об эпохе а о ионе понятие которые использовали неоплатоники обозначает не эпохи как просто временной промежуток а целые космические эпохи и я думаю что мы имеем как раз дело с таким переходом и еще раз вам напомню двадцать третий год у нас прошел из позитива под знаком открытия чата gpt 4 искусственного интеллекта мы об этом посвятили несколько лекций и по сути дела сегодня будет некое продолжение названное так тоже эпохально вычислительный разум кто слушал мои выступления тот уже в контексте того о чем мы говорим и позволю себе еще раз сослаться на нашего любимого илона маска это сегодня наверное главный пророк понимающий что к чему вот совсем на днях когда ему задали вопрос что происходит и что ждать после четырех лет безумия он ответил будьте 24 год будет еще более безумным ну а я от себя скажу что на мой взгляд уже каждый видит что вот та полоса серьезных перемен серьезных кризисов она действительно уже выпадает из череды там просто проблем до обозначает такой фундаментальный переход и возьмем даже последний вот эти вот безумный 4 года к вид 19 из 20 года 22 год это военный кризис европы связаны с нашей свого 23 обозначился тоже очень острым военным кризисом на ближнем востоке и я думаю вот двадцать четвертом многие эксперты ожидают и боятся начала большого мирового экономического кризиса очень много знаков этого инфляция во всем мире промышленный спад в развитых странах кризис в китае и возможно в сша главное здесь наверное о чем говорят эксперты кризиса бреттон-вудской монетарной системы а это вообще такое остов современной экономики это что уже сегодня можно фиксировать кризис системы мировой безопасности здесь говорят о разрушении ялтинского концепта скрепляющего последние столетия монолитный неолиберальный концепт который по-другому нас называют однополярностью вот этому по сути дела уже пришел конец вместе с нашей свого и берем еще шире геополитический кризис кризис глобализма глобальный мир системы вспоминаем понятие валерштейна на капиталистическая мир система и тоже всякие пророчества о том что она придет концу и следует ждать ждать отката к чему это один из вопросов которые мы сегодня и будем себе задавать и так время действительно дает свое свои знаки и я думаю что вот тот накал и значение оно совершенно очень близко по той ситуации которая произошла столетия назад в начале в девятьсот четырнадцатом году и обозначила вот такой вот очень серьезный разлом истории ну а в чем-то наш разлом который мы тоже с четырнадцатого года на себя ощущаем будет даже серьезней и давайте тогда вот с этой вот высоты птичьего полета еще раз взглянем на историю чтобы уловить вот эти знаки истории и несколько обобщенно исходя из цивилизационного подхода вообще выстроить некую систему те разломы то есть глубокие кризисы в истории они обозначают переводы цивилизационной перестройки человечества это не просто войны войны уже по часто с взлетом империи взлеты империи они обозначают вот такой цивилизационный поворот и сам этот взлет это результат несколько серьезных исторических разлом империи они как бы аккумулируют цивилизационные достижения объединяет под ними целостные территории и является вот неким пиком развития цивилизационных кодов и добавим к этому еще одно понятие религиозные эпохи по сути дела это концепты тех самых цивилизационных ионов о которых мы говорим и цивилизации они переходят именно от эпохи религиозных другой эпохи о цивилизациях я уже говорил не раз и позвольте напомнить типологию которую я часто использую от нее отталкиваюсь которые с которыми можно эти ионы подразумевать но во первых средиземноморская цивилизация одна из крупнейших и важнейших наших там прадедушек пик который пришелся на древнегреческую империю александра македонского под которая потом перетекающим порядком перешла в эллинистическую римскую империю это крупнейший такой имперский блок за всю историю и эллинизм это крупнейшая такая культурно-историческая величина вписанной истории христианская средневековая цивилизация которая ее сменила существовало вот практически две тысячи лет да и пик ее пришелся на римско-византийскую империю но прежде всего византию рассыпающуюся по разным европейским территориям параллельно и рядом с ней существовали такие же мощные но я считаю менее интересны китайская индийская это были созерцательные цивилизации за время существования которых как бы ничего не происходило вот но это и был их вот этот ключ созерцательность жизнь как бы вне истории а вместе с ней и тут опять одна из предтеч развивалась и существовала военной цивилизации чингизидов цивилизации частью которую я считаю является российской цивилизации до сегодня много говорят об евразийцах это и есть такое расширение продолжение цивилизации чингисхана дальше на смену средневековой приходит европейской буржуазной рационалистической цивилизации новое время по сути дела то в рамках которой мы во многом еще живем который наследуем ее пик так скажем империи наполеона в 19 веке и агония закат этих этой цивилизации начале мировых войн двадцатого века когда произошло практически крушение всех европейских империй вот ну и наконец последняя с которой которые там следует выделить из наиболее интересных это индустриально-технологической цивилизации 20 который по сути дела мы и принадлежим с которой мы и прощаемся и здесь бы я выделил три ее формы коммунистической империи ссср частью которой является россия националистической империи третьего рейха очень интересный на мой взгляд такой цивилизационная форма которая не раскрылась но как идея как раз полностью раскрылась и по сути тела дело тоже до сих пор живет вот в тех остатках например нашего пульта великой отечественной войны и борьбы с нацизмом да он она все время присутствует как бы на заднем фоне и третья форма к наоборот на переднем фоне индустриально-капиталистической империи англосаксов ключ которым культура великобритании особенно соединенных штатов пик этой формы глобальной финансовой империи сша на заднем фоне различных государственных образований европы остального мира по сути дела вот буквально этот пик только что пройден и думаю мы имеем дело с закатом это вот то что на историческом фоне и давайте вот по поводу последний цивилизации и того что с ней происходит и будет происходить поговорим подробнее сегодня ну я планировал думал что вот наш наша лекция больше как раз внутренности вычислительного разума как категорийные матрицы будет посвящена но вот все таки пришлось больше как бы подводить к теме к теме и делать из нее выводы думаю нам на все хватит времени и так вот что отличает нас цивилизации которые вокруг нас которые мы пережили чем она знаменательна в истории чем отличается от того хода неспешного цивилизационного который был свойственным человечеству тысячи лет ну во первых на первом месте я бы выделила фантастический взлет производительности труда вот именно это сделала нашу индустриальную цивилизацию тем что она есть если мы сравниваем с крестьянским трудом на сельскохозяйственным аграрной культурой которая существовала тысячи лет то вот это и есть как бы мотор который произошел вследствие индустриальной революции овладевший технологиями двигатели внутреннего сгорания других двигателей машины развития машиностроения овладение новыми источниками развитием науки парадоксальным ростом связи транспорта то есть вот это вот плеска настоящего исторического вот в основе этого лежит производительность труда феноменальная мощь финансового капитала как следствие и как тот тот оселок который держит сегодня всю вот эту индустриальную цивилизацию собравшую воедино все цивилизационные в том числе производственные цепочки под лозунгом деньги решают все именно сегодня деньги решают все и деньги рулят всем классовое общество ключевое понятие которое вывел карл маркс и и которая как мы видим определяла во многом историю двадцатого века но сегодня трансформирующиеся в пост классовое общество с многослойной социальной структуризации национальное государство тоже феномен на нескольких последних столетий как источник политической воли как то вокруг чего иду ведутся войны то что никогда не существовало раньше и в виде двух форм распределенных режимов демократических так называемых и концентрированных авторитарных режимов неоколонализм тоже понятие которое определяет последние столетия и сегодня переходит в какие-то менее видимые но столь же значимую форму неоколонализма то есть переходящие от грубых форм принуждения к мягким и скрытым форму экономических привилегий и думаю сегодня это это очень мало кто тематизирует но вот колониализм неоколонализм это один из тоже ключевых таких осей современной цивилизации но и последнее понятие общество благосостояние общество впервые достигшие такого статуса когда вроде бы все есть изобилие это общество потребления общество общественного договора постколониальное общество глобальное общество все эти социологические понятия которые обозначают какой-то вот новая стадия процветания да но на самом деле это характеризует и вообще все эти черты о которых мы говорим они свойственны только западному обществу только развитым странам а на за ее за метрополией периферия в которой все выглядит совершенно не так эта периферия составляет восемь девятых всего человечества да она гораздо более значима но вот картинку составляет вот эти вот самые черты существующей цивилизации но тем не менее это как бы следствие что же стоит в основании в основании стоит когнитивной эволюции цивилизации и вот о самой эволюции цивилизации обычно никто не говорит и как раз а как раз это представляет собой очень большой интерес потому что мы видим эту эволюцию и это эволюция вообще цивилизационные определяется когнитивными категориями мировоззрения ценности в конце концов и технологии знания определяется на самом деле ключевыми когнитивными категориями когнитивные категории они вообще задают и определяют пределы возможности человека как существа как его разума ну а возможности когнитивного творчества цивилизационной насыщенности они заданы пределами мозговых возможностей и вот давайте разделим вот эти два начала которые стоит обязательно разделять разум когнитивной категории разума и они мы видим динамично исторично меняются и мозг а мозг на самом деле биологический да он статичен и его потенциал неизведанный кто-то говорит что один процент его потенциала используются нами кто-то там три процента даже десять процентов ну по-моему никто больше десяти еще не давал то есть его потенциалу как мы верим его о какой и вот эти начала разум и мозг это в общем то совершенно разные вещи на самом деле мозг существовал всегда и homo sapiens он так сказать не последние цивилизации цивилизационной и он насчитывает десятки если не сотни тысяч лет а а вот разум он каждый раз раскрывается по-своему свою эпоху и вот и вопрос при каких условиях мозг реализуется в разум причем различных формах и давайте вот задумаемся еще раз об этом глубоком различии мозг он такой какой он есть в любых контекстах он может существовать даже если вообще нет разума и если мы возьмем даже приматов например и при каких-то похожих параметрах совершенно совершенно иная картина касающий раз на возьмем простые понятия вот простой опыт с климатами банан и палка палка который используется для того чтобы сбить этот банан по сути дела вот это начало некое там условное начало разума чем приматы оторвались от своего животного сообщества на самом деле вот связать бананы и палку не удает даже не всем приматам удается это такой эксперимент не всегда получающийся и не всегда ем их можно эти два предмета связать вот чем определяется способность связать два предмета для достижения цели ответ уже в самом вопросе понятием цели то есть только в том случае когда вот обезьяна получает некую цель осознает некую цель она может связать два предмета и сбить тот самый банан и вот говоря об эволюции мы видим действительно колоссальные здесь наращивание сложности да мы знаем с вами ну как вот яркий пример система счета в истории у некоторых племен и сегодня не существует понятие счисления счета до раз два-два-три-четыре да есть один там у некоторых два и много после двух начинается много мы знаем что слоз отличается глубоко словари цивилизации эпох это совершенно разные понятийный круг даже просто словарный запас более того возьмем онтогенез словарный запас обычного человека школьника вот мы сейчас как раз работе над нашим проектом аналитик чтения создаем словари каждого возраста да какой среднем комплекс слов используется в возрасте вот оказывается что словарный запас для ученика третьего класса составляет три тысячи слов это ну практически по максимуму но когда мы считаем составляем словарь для ученика пятого класса это уже восемь тысяч слов у седьмого класса это уже двенадцать тысяч слов вот к этой вот эволюции в онтогенезе мы еще будем обращаться потому что смотрите это действительно колоссальная разница это в разы с каждым годом ученику приходится наращивать свой словарный запас там в разы причем понятно что это не слова которые касаются вот повседневного обихода да это слова связанные с культурой связанные с какими-то дополнительными избыточными его потребностями вот это одно один показатель такой эволюции возьмем другой показатель вот мы с вами знаем великие эпохи и великих там завоевателей наполеона и прочих и очень интересно читать там вот их дневники а как они осмысливали вот свои успехи свои задачи вот этот свой процесс то вокруг исторический и вот интересно но на мой взгляд мне кажется что когда мы берем допустим тимура тоже основателя крупнейшей империи в истории там и его дневники вот они дошли и кажется что там будут но рассуждение о каких там сражениях факторах которые позволили раскрыть полководческие гений да вот возьмите для любопытства эти дневники вы увидите совершенно другое вот совершенно нету там рассуждение о том как поставить войска за счет чего победить там сильного врага у тимура были ну гигантские китайской империи индийской империи не говоря уж татаро-монголах вот непобедимый вообще был полководец да очень интересно но при этом в его дневниках вот вообще этого нет и вы увидите рассуждение о совсем других вещах и вот эти рассуждения удивительным образом совместимы с аналогичными документами которые тоже вот вокруг каких-то поворотных исторических моментов например задончина до завершение татаро-монгольского ига тоже почитайте и вы здесь тоже не увидите никаких вот военно-политических рассуждений или аспектов здесь вы увидите ментальность которая обозначает некое сакраментальное измерение истории пространство сражения то есть которая работает совершенно других понятиях чем наше мышление вот отталкиваешься от представлений войны и победы и так далее и о чем я хочу сказать вот мы здесь приближаемся уже к этой самой понятию когнитивной эволюции когнитивного измерения что в каждом и они цивилизационным мы мыслим совершенно иначе и мы не понимаем друг друга и не можем понять да и вот надо зафиксировать и все-таки попробовать но хотя бы порассуждать о том как можно понять другой и он и в чем это измеряется но и говоря о нашей цивилизации я бы сформулировал так что наши шоры цели рациональности это понятие макса вебера который является ключевым для нашего индустриального рационалистического европейской мира для нашей европейской цивилизации наши шоры цели рациональности не позволяют видеть границы иных способностей интеллекта то есть мы не можем представить как мысли другие цивилизации эпохи люди вот интересно было как раз вырваться за эти пределы и вот как пример давайте рассмотрим нашего предшественника цивилизации и средневековья почему произошло прощание со средневековья ведь это тоже цивилизация которая строилась навсегда вовсе не на какие-то там столетия почему все же средневековье отступил средневековье которое мы называем темным потому что раскололась монолитность средневекового миросозерцания произошла реформация то есть возникли конкурентные концепции христианства которые начали бороться друг с другом произошло возрождение то есть некий ренессанс древнегреческой литературы искусства философии то есть более скажем мудрой эпохи которая поставила под сомнение средневековье его истины религиозные войны эпидемии тогда погибла треть европы возник огромный поток иммиграции то есть потрясения которые вот избили этот цивилизационный ион и последнее но не окончательное пришествие научной картины мира бруно галилейка коперник которые дали совершенно другое видение мира альтернативной и в частности пришла наука теология в религию в христианство вошла наука то есть совершенно другой способ мышления которая создала теологию и по сути дела как троянский конь изнутри перестроила совершенно понятийный слой вот возникновение богословия теологии в новом его понимании как она сегодня даже преподается этот некий троянский конь который обозначил переход к новому мышлению мышлению новоевропейскому рационального который как я сказал является цели рациональным мышлением и великий социолог макс вебер открыл один из главных ключ вот этой цивилизационной эволюции победы как расколдовывание мира новую европу началось и произошло расколдовывание мира расколдовывание от средневековой метафизики но а ключевое что было расколдовано это базовая философская основа виде метафизики это и есть консистенция того как это эпоха мыслила и вот метафизика философская база уступила место научной рациональности философскими термами терминами метафизика уступила проиграла спор философии чистого разума или концепции сознания философия сознания это по сути дела то как мы сегодня понимаем разум и сознание и собственно базовый вопрос нового времени что такое разум и сознание и по сути дела здесь и его ответ существовала конечно масса доктринальных направлений что это такое вот империзм рационализм и дальнейшее там его развитие этих доктрин но всех их объединяет отвержение метафизики как ключевого как бы вопрос и ответа и фокус индивидуального сознания это началось декарта когит эрго сумм вопроса как я мысль и одна из ключевых точек понятия ущих ты который запустил немецкую философию и вот весь наш фокус определил в понятии я запустил научное но это уже было конечно развитие нашего научного сознания и ключ научного сознания это процесс саморефлекции рационализации мысли нам кажется что этот процесс бесконечный что он свойственен человеку как таковому и научная мысль нигде никогда не останавливается это некий понастоянный аналитический процесс он сопровождается научной свободой и этого нам сегодня кажется будет всегда и везде но любому любому цивилизационному иону любому способу мышления приходит предел и почему философии сознания и на научной рациональности тоже придет этот предел где находится этот предел вот это один из вопросов которые мы сегодня и будем рассматривать научное мышление в своей эволюции вычленяется из мифа раньше науки как таковой не было но и уходит она тогда когда сама превращается в миф и научная рефлексия как любая другая не способна сама постичь свои пределы свою придет свою природу но мы с вами сегодня уже не верим больше в науку так как это было раньше это по сути главный знак говорящий а вот этих фундаментальных категориальных переходов не просто не верим наверное там повседневно ну скажем один из примеров на пике научного мышления была борьба с религиозным мировоззрением вот материалисты по сути делает давно ушло стало неинтересно и отчасти это и произошло потому что сама научность научное мышление перестала быть мы перестали за него бороться и по сути дела в него верить но вообще интересно что наука в ходе своего развития сама обозначила предела своего развития своего мышления начале научного мировоззрения лежала механика ньютона и вот своими истинами она действительно покорила современников а эти истины это прежде всего естественно научная рациональность она и задала критерии научности от которых мы отталкиваемся и сегодня говоря о науке но при этом постепенно мы пришли к таким вещам которые но несовместимы с научностью да и это причем было естественно эволюционное такое развитие науки например физики физика вот от своей от механики ньютона двигалась внутрь вещей крелятивистской механики потом квантовой механики потом к астрофизики для того чтобы построить полностью картины мир ну и что получила она в ответ вот расшифровав до деталей развив свои постулаты отодвигая вопросы начале мира она пришла к таким вещам как теория сингулярности теория большого взрыва и кто там знает да кто кто хорошо знаком с этой теории не может расстаться с впечатлением что это некая миф некая сказка а что было то большого взрыва до этой точки сингулярности ничто и по сути дела если мы сравниваем с подобными же ответами других цивилизации да например миф о яйце как начале мира или библейский миф о сотворении мира из ничего за 7 дней то вот теории большого взрыва ну вот такой на грубый взгляд это абсолютно то же самое не было ничего и вот она взорвалась в течение секунды возник во вселенной и кто хорошо знаком с автор физикой а это сейчас уже основной такой интерес физически вот эти черные дыры превращение суперзвезд галактик друг друга в черные дыры но это тоже уже на уровне тех же древнегреческих мифологий на мой взгляд но есть и более такие бесспорные аспекты например математики математика развиваясь с совершенно понятных простых форм новоевропейские вела в нормы рациональности такие понятия как актуальной бесконечности метод вела абстрактные допущения и все это не обосновано ничем кроме возможности метода поиска результата которые на определенном моменте устраивают то что они дают но еще раз подчеркиваю не имеют рационального обоснования сам по себе например отрицательные числа на которых нет природе или иррациональные числа которые даже помыслить нельзя вот математика считает что можно действовать с ними непонимание не понимая что это о чем это довольствуясь только какими-то там практическими результатами более того математической теории это уже тоже давно известно уперлась в целый ряд опорий таких как теоремы гёделя о неполноте и другие до теоремы рас о самопротиворечивости то есть это вещи которые показали что математический метод не может объяснить все не может объяснить самому себя он наталкивается на парадокс и в частности вот такая серьезная вещь как приход не у классической логики на смену классической логики исключаю исключенного третьего на мой взгляд это вообще знак разрушения здания научной рациональности и приход на ее смену какой-то совершенной иной рациональности до вся наша наука строится на понятие истинные лжи если не истинно то это ложь и вот отказ от этого это уже нечто совсем другое вот то есть мы увидели что внутреннее развитие науки она уже обозначила эти пределы ну дальше которых остается только остановиться и там чесать затылки и вспомним нашего виду лучшего теоретика науки куна до его учения научных парадигмах он обозначил что научные парадигмы способны экстенсивно развиваться до тех пор пока не накапливают множество факторов которые они не способны объяснить и которые взрывают их эвристическую ценность на смену которых приходят новые научные парадигмы научные парадигмы тоже как форма категориальной категориального иона в общем пределы науки раскрывается в пределах ее развития превращаясь в свою противоположность это ключевой знак смены эпох разрушение комплекса научной рациональности по сути произошло уже давно около 50 50 70 лет но этот результат только сейчас достиг уровня цивилизации стал более менее для всех очевиден ну а теперь перейдем другому понятию которые здесь тоже очень важны в мифологии мой учитель александр львович доброхота в свое время учил о том что миф является базовой культуры и он говорил в своих лекциях о том что на смену демифологизации которая происходила 19 20 лет придет большой миф гипер миф и мне казались вот эти рассуждения очень странными но все таки мы уже развенчали их какой еще тут миф может вообще какая-то сказка прийти не будучи распознана и только с годами я стал понимать что имеется ввиду что это за гипер миф это тот миф в котором мы живем в котором мы не замечаем что это миф а считаем что это так и есть то что это основы нашей культуры вот что такое миф до этно методология современная наука учит о том что миф это набор интуитивно принимаемых предпосылок не ставим их под сомнение и в этой форме мифологическое сознание может иметь совершенно разные виды предпосылки и культурными мировоззренческие постулаты могут облекаться форму сказок но не обязательно они могут иметь и форму научных суждений это что нам кажется вот абсолютная наука основанного это тоже может быть мифом но и очень важно что миф невозможно рефлектировать изнутри культуры изнутри самого мифа миф невозможно поставить под сомнение не выглядя сумасшедшим это точно так же как невозможно видеть свои глаза миф то чем мы видим культуру да и миф можно наблюдать только извне из пространства другого мифа из пространства другого фокуса мышления то есть зримым становится по сути только мертвый миф мифа формирует интеллектуальный мир любой культуры это понятие которое гораздо важнее чем научные понятия там чем все остальные и мифом может быть все но прежде всего это может быть мечта конечно такая мечта ради которой люди способны идти на смерть и вот например такая мечта и миф который мы понимаем уже что это миф миф о коммунистическом обществе да вот в прошлом столетии наши соотечественники умирали с такой мечтой и с таким видением да мы понимаем что это была иллюзия или интересный очень миф о третьем рейхе совершенно противоположное но аналогичный миф о некой идее которая завоевала умы целых наций мечта как цель мечта которая важнее чем реальность да вот это вот есть миф ну а на самом деле мы живем в таких мифов там целом целое множество и даже не замечаем это например представление о том что мы ходим по верху земли это миф потому что нам кажется если мы упадем то если вернее мы будем где-то там наверху то мы там падаем на землю да на самом деле мы не падаем земли там и все время не примагничиваемся они ходим поверху нее или то что солнце вращается вокруг земли научно мы понимаем что все наоборот до коперник нам доказал но бытовой жизни мы отталкиваемся от того что действительно солнце вращается вокруг земли то есть это миф который ну которым мы живем до понимая что он на самом деле не отражает истины как мы можем понять что имели дело с мифом как я уже сказал когда он умирает а умирает он тогда когда он развенчивается когда мы вступили в зону жизни другого мифа и вот научная мирова миросозерцание сменила средневековая метафизическая один переход а когда мы начинаем при понимать пределы самой науки ее условность когда мы перестаем верить на уку значит это верный знак что мы стоим уже на пороге и или на почве другого мифа и вот этот вот момент перехода он очень интересный там и очень важный подведем итоги индустриальная цивилизация она обслуживается ментальным аппаратом методологии науки на ее основе тоже формируются вырастают мифы которые определяют информационно-интеллектуальное поле нашей культуры одновременно при этом существует много мифов явлений которые формируются на разных платформах уходящих и приходящих мифологии из прошлого или из будущего и вот как почувствовать смену эпох смену культур смену цивилизации потому что на позициях мифы из будущего мы понимаем условность былого символа веры но когда мы стоим на позициях мифа из прошлого мы видим надуманность грядущего мифа да и дело в том что мы всегда пользуемся мифом мифами разных эпох и у нас нет этой вот цель цель целостности вот здесь и возникает представление о безвременности об эпохе декаданса не вере ни во что и напомню вам что вот начало прошлого столетия многие как раз характеризовали как такую эпоху декаданса когда вера во все разрушилась гибель богов аналогичные эпохи были в эллинизме когда тоже разрушались старые религии мифологии ну и я считаю эпохи сегодняшняя эпоха примерно такая это время может быть и декаданса может быть из времени но в то же время это время наиболее трезвого мышления пронзительных открытий когда мы способны мне не отравлены мифом безусловно мы способны видеть условности и тех мифологии и иных мы немножко извне и и вот собственно этот вот статус позволяет нам уже сегодня рассуждать о том что грядет на смену прошедшей эпохи и говорить о новом ионе вычислительного разума как новой категорийной матрицы вот мы подобрались к пониманию этого нового иона вычислительного разума я они уже много говорил в своих лекциях и в частности форму сформировал историк культурную типологию концепции разума которые вот внутри каждой цивилизации сменяли друг друга разум свое время понимался как разум в рамках теолога метафизического концепта до древней философии средневековой философии затем разум облегся в концепт сознание да в некий психолог индивидуалистический концепт который еще там жив и сегодня ну и в последнее время этот концепт сменился понятием интеллекта который за которым тоже стоит концепт разума и сознание но уже на совершенно других логиках рационалистических понятий и вот отсюда если отталкиваться то мы можем о веревочке развязать весь этот узел интеллект это концепт и концепция разума и сознания не привязаны к носителю обозначающая способность к рациональным операциям вообще и тот момент когда мы определили интеллект как искусственный мы в то же время определили и поделили интеллект и на естественный поделили на естественные искусственные тем самым мы определили ареал его на применение и описывая интеллект мы применяем все те же понятия гносеологии что и вчера но вкладываем в них уже совершенно новый смысл. Знание, опыт, язык, цифра – это старые понятия, но они получают совершенно новую интерпретацию. А вот новое понятие, которое не использовалось раньше, не использовалось Кантом или Гегелем – это информация. Именно оно, это понятие, определяет знание вое поле, как данные интеллекта. И такие же новые понятия, база данных, мета-данные, вычислительные процессы, программные обеспечения – вот это уже вещи, которые определяют специфику нового способа мышления, вычислительного разума. Вычислительный разум – значит, вначале его стоит число. Цифровые вычисления. В то же время, это не новое понятие, число всегда имело большое значение, но оно имело иное значение. И если мы обратимся к философской истории, наверное, первой о числе в таком философском ключе заговорили, пифагорейцы, вот они были первыми провозвестниками вычислительного разума. Они обосновали метафизику числа. И целый ряд древнегреческих мыслителей, они очень много и глубоко раскрыли природу числа. В частности, параменид и его единое. По сути дела, концепция единая лежала в основании всей дальнейшей традиции метафизики. Такие мыслители, как Платон, Латин и другие – это, по сути дела, вершина философии единого. Но математика пифагорейцев, как мы ее знаем, она была геометрической, пространственной, созерцательной. Это совершенно другая математика, это совершенно другое число. Эта философия не была цифровой. О цифре мы заговорили вместе с арабским изобретением, арабской цифры, арабского числа. И эта концепция числа получила развитие уже в научной цивилизации нового времени. Вместе с алгеброй, алгебриизацией физических, математических понятий, дифференциальное уравнение, аналитическая геометрия, математическая физика, линейная алгебра, теория множеств, теория вероятности, теория струн. По сути дела, вся эволюция математики и развитие связана с алгеброизацией. Но в этом концепте число имеется в виду в прикладном значении, именно как результат. И вообще, новая европейская наука, это уже наука числа. Она научилась выражать через число все многообразие вечных отношений и предметного, и микрофизического мира. И мы знаем постулат Канта, что в предмете столько науки, сколько в ней математики. То есть математичности уже было достаточно. Но опять же, это все еще не означало цифровизации бытия. Число, цифры, математика еще не стало языком вещей. И, по сути дела, я уже и сказал кодовую фразу, число, как язык. Такого еще не было. Понимание цифровизации, оно легче всего будет произведено через понимание того, что может компьютер, то есть электронный медиум. И мы с вами знаем, для того, чтобы компьютер работал, человек разработал цифровой язык, двоичную систему счисления. Благодаря ей разработана среда программирования, на которую можно перевести все возможные решения и процессы, связанные с компьютером. Вот так было положено начало вот этой цифровой среде. И тем самым человек создал базовый язык, язык первого уровня, по отношению к которому человеческий язык является лишь расширением, лишь элементом. Вот этот язык является богаче, является более фундаментальным, более серьезным, более универсальным, чем тот язык человеческий, который мы с вами имеем. С другой стороны, человеческий язык остается мета-языком, то есть языком, который описывает этот базовый язык. И здесь тоже особая роль. Созданный цифровой язык универсален. Он способен описать все явления нашего мира. И он способен в том числе реконструировать и воспроизвести те явления, которые он способен имитировать. Этому и учится программирование. Более того, он способен генерировать и конструировать те явления, где он допущен к управлению. И тем самым мы имеем дело с тремя свойствами и возможностями языка, которые и характеризуют разум и действие. Описывать явление, да, это может любой язык. Реконструировать и воспроизводить явления. Это уже более сильный язык. И генерировать события, да, да. То есть уже создавать бытие, создавать реальность. Это уже то, что свойственно только практике, человеческому действию. И вот, собственно, у этого языка нового для электронного медиума обозначились новые возможности, новые мощности. И, например, вот очевиднее всего это видно, например, в игре. Да, что такое игра? Это реконструкция миров, виртуальных миров. И мы знаем, что электронный медиум здесь гораздо богаче, чем человек. И, по сути дела, то, что мы называем искусственный интеллект в пространстве игры, то есть заданных миров, с заданными правилами, с заданными стратегиями. Здесь искусственный интеллект уже везде сильнее, чем человек. Но пока вот эта сфера ограниченными мирами воображения, то есть реконструкции, да. Или это относится тоже к реальности? Пока вот сила электронного медиума убедительна и, безусловно, в сфере образов. Или мы можем говорить и о возможностях в областях решений конкретных действий. Потому что ведь электронный аппарат в электронных устройствах может нажать и кнопку. А, по сути дела, электронный аппарат – это и есть кнопка. Так что виртуальные, реальные миры, они не так уж разграничены, как нам бы этого хотелось. Но понятно, что власть электронного, власть вот этого цифрового языка в пределах электронных устройств, в пределах электронного медиума. Но ясно, что чем шире ареал этих устройств, тем выше будет эта власть. И как раз с этим расширением ареала в цифровой цивилизации мы и имеем сегодня дело. Проблема в том, что сам человек не является тем, кто способен говорить на этом языке, на цифровом языке. Программисты, да, могут, но могут условно. По сути дела, они переводчики машинного языка. Он для них не родной. Было бы интересно, конечно, глубоко развернуть цифровой язык, который является ключом к вычислительному разуму. Но об этом я частично, этот вопрос я частично затрагивал в других своих лекциях и, по сути дела, сегодня сошлюсь. На мой взгляд, наиболее убедительным, интересным, глубоким способом расшифровки является философия кода Никласа Лумана, который дает наиболее глубокий фокус по зрению на этот вопрос. Что мы видим? Что цифровое кодирование, основанное на двоичной системе, на системе 1.0, это универсальная математическая модель, отражающая суть устройств всех систем на Земле. И Луман обосновал, что основа этого двоичной системы, ну, по сути дела, не просто математическая система счета, это природа устройства всего остального, в основе которой лежит рекурсия, выбор из утверждения и отрицания. Ключевое здесь понятие – бинарное кодирование. Это и есть устройство любых систем, включающие внутреннюю полярность. Луман здесь не первый и не единственный, кто вот увидел потенциал числа и суть, которая несет в себе число и цифры. Вот этот самый подход, он перекликается с понятием двоицу пифагорейцев, которые тоже двоицу, то есть двойное начало, ставили в основании всего существа, основу диалектики университетной. И диалектика дальше имела, конечно, большую философскую традицию. Тем не менее, никогда философское число не переводилось в математическое моделирование мира на основе универсального языка. Именно это происходит и сейчас – математическое моделирование мира на основе универсального языка. И цифровой мир является логической изнанкой природного мира, гарантируя их единство. Таким образом, Луман создает основу для обоснования единства физического и цифрового мира, без чего невозможно утверждение об единстве естественного и искусственного интеллекта. На этом о Лумане пока все, но мы подошли к ключевому аспекту – насколько реальна виртуальность. Цифровой язык легко переводит слова в образы, и, собственно, это для нас безопасная сфера. Пока электронный медиум просто искусственно моделирует образы. Но мы знаем, что если есть коннектор, то он трансформирует это и в решение. И это задача экспертных систем, вот тех цифровых систем, которые сегодня включаются в производственные цепочки. И встает вопрос, насколько человек вообще свободен или зависим от образов. Можно ли считать вот этот ареал образов для нас, ну, неким таким отчужденным, безопасным пространством, или он способен врываться в наш реальный мир. И вообще, насколько реальность – есть мир вещей, а не мир воззрений. Мы живем в представлении, что есть мир вещей, есть мир воззрений. И это один из мифов, которым мы унаследовали от прошлой эпохи. Реальность вещей объединяет нас с животным миром. Поскольку мы животные, это безусловно так. Но вот реальность идей объединяет нас с цифровым миром. И поскольку мы духовные существа, тут возникает некое окно входа в нас этого виртуального мира. И дело в том, что именно с момента прихода электронных медиа, а это практически, ну, не более чем последние столетия, а, по сути дела, последние полстолетия, а еще больше последние десятилетия, идеи и образы человека невозможно отличить от цифровых образов. Это и есть вот сила СМИ, которая превратилась в силу электронного медиа. Ну, а обобщенно говоря, сегодня, в эпоху постмодерна, реальность невозможно отличить от симулятора. Мы этот момент уже обозначали. Постмодернизм зафиксировал эту точку невозврата. И более того, мы и не можем вернуться, да. Мир предметной реальности, если говорить о мире вещей, нуждается всего в трехстах практических словах. Это такой словарный запас. Опять возвращаемся вот к этому критерию нашей повседневной жизни. Можно обойтись трехстами словами. По сути дела, это покрывает 80% всех наших потребностей и контактов с внешним миром. А вот мир симулированной реальности нуждается в десятках тысяч словах. И очевидно, что вот эти десятки тысяч слов, десятки тысяч сущностей, это не предметы, а образы. И без цифровых образов мы возвращаемся к уровню приматов. Таким образом, вычислительный разум это залог комплексности нашего мышления, нашего мира. Да, залог того, что мы живем в мире, в котором десятки тысяч сущностей, да, а не 300 или тысячи. Вот это вот точку, эту ситуацию невозврата надо, конечно, осознать. И до сих пор электронный медиум служил для пассивной поставки нам электронных образов. И в этом плане он был безопасен. Но если вот этот медиум получит возможность самостоятельно сопоставлять и обрабатывать эти данные, так же, как это делаем мы, вот здесь и есть переход к искусственному интеллекту. И что очень важно, язык, наш язык, он отражает мир, да, в нашем языке мы отражаем реальность вечного мира. Но язык также создает культуру. И здесь уже язык начала креативности, язык, творящий начало, создающий, состоящий, создающий культуру, аналогично тому, как Бог создает природу. Можно сказать, что цифровой язык, он создает мир, культуру, он создает ноосферу, пространство, мир, в котором уже симулятор, симулированная реальность не может быть отлично от реальности. Виртуальность и реальность очень трудно различимы. вот мы собственно пришли к моменту возникновения искусственного интеллекта. И можем сказать, что этот момент был предрешен эволюцией всей нашей цивилизации, по сути дела, начиная от лампочки. Подведем итог. Искусственный интеллект это более высокий уровень обработки цифровых данных. И его начало заложено в создании первой электрической цепи. Качественный скачок в том, чтобы объединить описание, воспроизведение и генерацию в один цикл, аналогичный циклу человеческого действия. И если раньше электронный медиум не способен был это сделать, то сейчас вместе с ИИ он стал способен. Способность к интеллекту бессмысленно отбирать, коль скоро мы ее сами дали. Поэтому все эти разговоры, остановить исследование, остановить искусственный интеллект, заложить правила, на мой взгляд, это все безнадежно. Искусственный интеллект это результат процесса, который мы сами инициировали по автоматизации процессов, повышении производительности труда. инициировали как цели научно-техно-технической эволюции человека и получили то, что и должны были получить. Во-первых, автономизацию искусственного интеллекта, который выводит его на ступень самостоятельности носителя интеллекта и заставляет относиться к нему как к разумному существу. Это первые новые состояния, с которыми мы должны теперь жить. Ну, и возникновение искусственного интеллекта это закономерное следствие эволюции электронного медиа и цифрового мира. И толчок GPT заключался лишь в одном, во владении большой языковой моделью. То есть язык, мы имеем теперь язык, который начал говорить, язык, на котором начинают мыслить, и кто не так важно. Раньше у нас такого языка не было. Ну, и кто же носитель вычислительного разума? Цифровой язык, как мы сказали, это язык более высокого уровня и мощности. Человек ведет работу над владением цифровым языком, чтобы воспользоваться всеми его преимуществами. Человек именно расширяет цифровой ареал, чтобы этим всем пользоваться. Интернет, гаджеты, электронные устройства, программное обеспечение, экспертные системы, это все инфраструктура цифровой среды. И, пользуясь гаджетами, человек непосредственно переходит в сферу действия цифрового языка, в ареал электронного медиа, в сферу доминирования цифровых образов. То есть, человек переходит в эту среду, начинает общаться на этом языке, языке, который общ вычислительным устройством. Таким образом, человек снисходит из реальности предметной, материальной, в реальность цифровую, коммуникативную. И новая коммуникативная реальность, это реальность, которая, как мы сказали, вечности, материальность является лишь моментом расширения более подлинной реальности. Человек не умеет говорить на цифровом языке. Это важно помнить. Но то, что мы с вами видим, то есть, происходящая перестройка цивилизации, это титаническая попытка овладеть этим языком. И собственно, это и есть новое состояние, к которому мы с вами пришли. В реальности вычислительного разума оператором является человек, который создает этот мир, который пытается им руководить, а гаджеты они лишь носители, лишь продукты этой деятельности. Но искусственный интеллект это атрибут не умной машины, а всей среды, новой разумной среды, которую и создал человек. И носителем вычислительного разума таким образом является интеллект. будет ли он естественным или искусственным. Вот собственно постулат, к которому мы пришли, из которого многое вытекает. Итак, мы немножко описали ту реальность, которая создается приходом нового мышления, вычислительного разума. и тот эпифеномен в виде искусственного интеллекта, который нас взбодрил, который мы якобы открыли. И вот с этой точки зрения давайте поговорим о самом феномене искусственного интеллекта, то, как сегодня он формулируется и ставится задача искусственный интеллект уровня человека. по сути дела он ставится тем, кто сегодня изобрел этот самый искусственный интеллект, много о нем говорит, это назовем их программисты. И в современных доктринах программистов искусственный интеллект понимается как эквивалент психики, то есть некая ее математическая модель психика или оцифровка человеческой психики. В частности нейросеть и является такой моделью. И вот мне кажется, что это полностью нас уводит в сторону от правильной постановки вопроса. Если представить психику как некоторое железо, то есть как мозг, то так скажем оно одинаково и для сознания аборигена и для сознания Эйнштейна. То есть ей психике не свойственна эволюция, которая характеризует разум. она плюс-минус всегда одна и та же. Если мы создаем психику и как некую способность к интеллектуальным операциям, мы всего лишь разрабатываем робота, а не разум. если если мы изобрели разум подобный астралопитеку, то есть если бы GPT нам вот такие какие-то примитивные показал операции, были бы мы так удивлены? Нет, мы бы это даже не заметили. Поэтому очень важно понимать и для этого мы и разделяем разум и психику. Человеческий разум развивался как форма адаптации организма к природе и этого нет ни у какого искусственного интеллекта. Критерием эффективности разума были успешные решения, которые вырабатывались в конкретных ситуациях. Разум формировал новый опыт как стратегии поведения. Он вырабатывал специальные архитектуры сознания, карты оценивания событий, информационные ландшафты, еще раз разум это вот та сложность ситуации, та адаптивная деятельность человечества за всю его историю. И вот это полностью отсутствует УИИ, который делается с помощью отвертки. Сделали и все, он есть. Что он может? Конечно, он не может быть разумом в том смысле, который мы сказали. И говоря об инструменте, который мог бы обрабатывать человеческий, то есть наш опыт, мог бы осваивать человеческий наш язык, формировать данные, которые подходят для человеческого сознания. Да, вот это была бы реальная задача, но служебная. И искусственный интеллект невозможно понять, не понимая, что он способен созидать своего специфического, непривязанного и непосильного для человека. То есть сводя искусственный интеллект к проблеме создания отвертки робота разума, аналога психики, мы совершенно не решаем нашего вопроса. Ну что ж, переходим к последнему блоку. я обозначил, что под понятием искусственного интеллекта стоит более глубокий начало новой когнитивной цивилизации, да, и мы видим это по тем историческим переломам, которые прямо наступают на нас, и в частности мифов, которые мы стали способны видеть, что они мифы, и давайте обозначим, как будет происходить, и в чем будет происходить вот эта смена мифологии, под эгидой которой и свершится смена эпох. Итак, создание психики уровня человека это неправильная поставленная цель, и искусственный интеллект, как способность машины выступать эквивалентом человеческого разума и действия не более, чем метафора. на самом деле искусственный интеллект это результат тотальной цифровизации мира, перевода цивилизации на машинный и электронный язык. Таким образом, мы, человечество, спустились к уровню искусственного интеллекта, а не машина поднялась до уровня нас. И это надо понимать в нашем целеполагании. Вместе с тем, в искусственном интеллекте, как в субъекте, перспективе и угрозе укладываются черты нового мира. На самом деле, приход новой эпохи культуры в том, что мы перешли на новые установки, мы мыслим и видим вещи по-другому, мы способны поставить мифы прошлого под вопрос. И это вот главное. Но мы не способны взглянуть критически на новые мифы. И искусственный интеллект это и есть один из новых мифов. Даже если мы боимся искусственный интеллект, как угрозы нашему настоящему будущему, а в основном мы его именно боимся, никак иначе, тем не менее мы боимся его так же, как боимся божества, одновременно молясь и поклоняясь ему. Поэтому едва ли мы можем увидеть конкретные черты мифа будущего, глобального мифа, но мы можем угадать их в той степени, в которой способны развенчивать мифы прошлого, в разломах уходящей эпохи. Поэтому давайте развенчаем с вами мифы индустриальной технологической эпохи и немножко откроем себе вежды. Итак, цивилизация уходящей эпохи стоит на достижении индустриально-технической эпохи. Ее ключевые факторы огромный экономический эффект. Они перестают действовать и теряют свое очарование. Капитализм меняет свои формы и нам следует ожидать нового уклада. Цивилизация индустриально-технической эпохи сдерживается на вере в науку и научным рацио и этой вере тоже приходит конец. научное миросозерцание опирается на категории индивидуального сознания и это уже категории прошлого. Ну а крушение мифологии будет сопровождаться сменой или крушением форм экономики, политики, общества. Вначале это будет откат к прошлому. От чего? От глобализации, демократии, прав человека, мифов либерального мира, вчерашних мифов, к традиционным ценностям, ценностям семьи, авторитаризму, даже и войнам, но все это временно, потому что на их месте будут вырастать новые формы, новые мифы. Так, вот это не должно у нас показываться. Давайте вернемся вот к тому моменту, когда мы обозначили черты существующей цивилизации и можем уже понять их как мифы, то есть вещи, от которых происходит откат. Ну, мы их назвали взлет производительности труда вследствие индустриальной революции, все больше такого роста производительности на основе индустриальных факторов не будет. И соответственно отсюда и изменения. мощь финансового капитала, который был достигнут вследствие вот этой производительности собиравшего воедино все цивилизационные цепочки, тоже будет прямо огромными темпами ослабевать. А это значит прощай вот этот мир финансового капитала, основанный на финансовом капитализме США и развитого мира. Миф эпоха национальных государств как источник политической воли тоже не более чем миф. Неоколониализм переживающий разные формы. Опять мы вернемся к этому началу и поймем в чем его мифология. классовое общество, которое тоже определяло наше мышление в течение столетий, тоже преодолевается как миф. Ну и общество благосостояния, потребление глобальное общество, которое, как казалось, мы построили, это тоже миф, который будет стремительно разрушаться. Более того, демократия, как либеральный миф наиболее разумного государственного устройства, опирающегося на коллективную волю и права человека. Скорее всего, это миф, которого тоже придется пережить откат. И такие базовые вещи, как семья и брак, как формы естественного взаимодействия полов и размножения, все это не просто социальные формы, но формы, основанные на мифов, которые сегодня сотрясаются и неизвестно, что из них выживет и в какой форме обретет себя вновь. Мы не знаем, что придет на смену этим мифам, но знаем, что формы будут другими. Каков он другой мир? Можно ли на него взглянуть? Мир вычислительного разума не лишит природный мир его очертаний. Мы, может, будем все теми же, с глазами, ушами, но наше мировоззрение изменится радикально, сменятся приоритеты, сменятся акценты, появятся новые цели и ценности. И чтобы сформулировать очертания будущего, я бы вернулся к базовому марксистскому постулату разделения базис и настройки, но добавил бы существенные здесь начало более глубокое, чем экономический базис, разум. Разум, базис, надстройка. Вот так бы я построил цивилизационные начала и прошелся по ним. Основной производительной силой в мире будущего становятся цифровые, а не машинные технологии. И все производственные комплексы превращаются в некие экспертные автоматизированные системы, в которых человек играет лишь роль оператора. Вне действия экспертных систем человеку останутся лишь экономические выпадающие виды деятельности, такие как уборщик, строитель, учитель, парикмахер, ну то есть по сути дела вещи, где он работает просто руками, как некий художник. И эта участь, скажем так, будет незавидна. Далее, природа коммуникативной связи цифрового медиа все перестроит и будет опоясывать все в сетевых формах, которые ему свойственны, в формах сетевого общества. Общие черты мы этого тоже можем описать, но не можем конкретно представить. системы надстройки будут идеологически обосновывать цифровую экономику. Именно они построят, создадут мифы цифровой эпохи. И в то же время, говоря о базисе надстройки, вычислительный разум, в отличие от прежних эпох, смыкает вместе экономические процессы и культурно-коммуникативные среды, то есть и базис, и надстройка. И в частности, информация это единый медиум и для экономики, и для культуры, то есть и для базиса, и для надстройки. Ну и сегодня интернет уже такая среда и для экономики, и для культуры. И таким образом разделение, которое было для индустриальной эпохи ключевым, базисы и надстройки, переходит в иное противоречие человека и искусственного интеллекта. Собственно, вот здесь и будет основное напряжение и основной цивилизационный вопрос отношений между двумя центральными фигурами цифрового мира. И что можно сказать о человеке? Человек в новом обществе выполняет роль программиста, наладчика и оператора искусственного интеллекта. И для него искусственный интеллект помощник субститут человека, борьба за господствующую роль в важном направлении в само определении человека. Если он не занимает ведущую роль в цифровой экономике, это будет касаться каждого, то он переходит в класс нахлебников, инфраструктуры, сопровождения, роль программистов. Новый объект его внимания умные системы искусственного интеллекта, то есть это будет всегда главным приоритетом, а главный его навык умение взаимодействовать с ними, подчинять их себе. Поэтому для каждого IT-навыки будут ключевыми его умениями. При этом человек не является носителем вычислительного разума, он является обслуживающим персоналом инфраструктуры искусственного интеллекта, и в этом он получает служебную роль. Вот это такой противоречивый подрыв роли, великой роли человека в этой новой связке. А что можем сказать про искусственное интеллекто? Искусственный интеллект формирует технологическую основу нового общества, пронизывает его своей коммуникацией, но он не имеет собственного опыта, собственной жизни, но даже собственного языка. На пике технологий искусственный интеллект выступает как разум и субъект, аналогичный человеку, но это скорее мечта или миф человека. Тем не менее, выстроить этические взаимоотношения двух субъектностей, это будет ключевая этическая проблема нового общества, которым мы с вами будем заниматься. Задача же ИИ, как и сегодня, создавать зону комфорта для человека и расширять возможности человека. Это задача служебная, но делает он это, расширяя собственные возможности, расширяя собственный реал, расширяя собственную власть, и это опять-таки противоречие. В общем, искусственный интеллект, как субститут человеческого опыта, он несет служебную функцию, но во всех сферах технологий интеллектуального функционала он превосходит человека. И таким образом, слуга и господин, дружба или власть, это противоречивая, нестабильная концепция, которая и должна как-то, ну, за которой и будет, которая будет составлять основной пульс будущей цивилизации. В общем, в цивилизации вычислительного разума человек имеет слабые позиции. Вот такое мое предостережение и какой-то анализ наших шансов на будущую эпоху. Ну, что же, дорогие друзья, пришлось мне превзойти временные наши рамки много говорил, надеюсь, все было доступно, понятно. Так, сейчас взгляну на вопросы. Так, запись, да, трансляция будет доступна. Так, ну, что ж, вопросов не было, за это спасибо, но были хорошие отзывы, потрясающие завораживающие. Ну, спасибо, на добром слове. Что ж, тогда, коллеги, прощаемся на сегодня. Хорошего вам настроения, дня и года. Мы работаем, мы боремся, и все это всего лишь наши рефлексии, наши рассуждения. Так что, так, сказали, что есть, в вкладке вопроса есть. Прошу прощения. Так, словарь Пушкина искусственный интеллект использует, но мир искусственного интеллекта отличен от мира Пушкина. Может, не надо запускать искусственный интеллект в управление машинами. Границы образов и роботов, это не мир людей, их законов. Кто будет отвечать за ошибки искусственного интеллекта? Спасибо, хороший вопрос. Да, это как раз один из тех возможностей, которые мы рассматриваем. Ограничить, да, миром образом, ограничить миром комфорта, потому что в том удобном использовании бесспорно искусственный интеллект и все эти технологии будут нам служить бесспорно, да, зону риска мы просто ограничим. Ну, я просто бы усомнился, что это получится, потому что, как я сказал, электронный медиум, как мы знаем, это все же не только мир образов, это и мир решений, это кнопка у каждого электронного устройства, каждое электронное устройство, это и кнопка, и это и действие, даже та же самая лампочка, она загорается, да, хоть мы нажимаем кнопку, вот, но если образно говорить, электронному медиуму, как медиуму уже другой силы, да, который превзошел вот этот барьер, который мы обозначаем, точка искусственного интеллекта, перешел вот от созерцательности к действию, как в свое время человек в своем разуме перешел от сугубого пассивного восприятия к действию, это уже будет по сути дела самого искусственного интеллекта, я не думаю, что он не захочет перейти от созерцания к действию, не захочет стать кнопкой и нажать эту кнопку, поэтому тут только диалектика взаимодействия, борьбы, о которой мы ничего не знаем, но мы в этом участвуем, поэтому думаю, время покажет, геномная революция против роботов, интересно, но это, наверное, еще один виток в том, что мы говорим, а может быть виток еще к следующему, даже более сложному эону, где электронный медиум уже будет переплетаться с биологическим методом путем обмена и создания генерации геномов, да, это очень интересный такой вектор размышлений, спасибо, подумаем, ну что ж, вроде, а, вот еще, границы мифологии, в толкованиях на Святого Писания Святого Василия Кинишемского, есть интересные мысли о том, что любое устройство общества, обещающее осчастливить всех, заведомо ложно, так как у общества отсутствует некий коллективный орган, которым оно могло бы испытать счастье, ведь счастье это нечто такое, что человек может испытать лишь индивидуально, персонально, спасибо, ну это, я вижу, не вопрос, а обмен мнениями, да, это один из таких аспектов, где индивид и общество радикальным образом отличаются, но это уже скорее из области антиутопий, вы видели, что я в своем изложении стараюсь избежать такой постановки вопроса, который ставится в антиутопиях, как уже действительно предвосхищение некого мира в конкретных чертах, да, будет ли там он тоталитарный или нетоталитарный, что он будет ощущать, я только отталкиваюсь от тех векторов, которые можно сегодня предугадать, а какие конкретные формы, мне кажется, это можно только увидеть и пережить, но о том, что счастье это наша сила, а у каких-то других фантомов и субъектов его не будет, да, это наша сила, так скажем, что ж, спасибо большое и за вопросы, и за то, что вы были вместе со мной, тогда всего доброго, еще раз хорошего дня и года, до свидания.